Леннона. Сезон Станиславского в Москве завтра откроют спектакли признанных театральных корифеев Борис Годунов, Эймонтаса Некрошеса и братья и сестры Льва Додина. Последний, удержавшийся в афише малого драматического театра 30 лет, предстанет в обновленной версии. Додин решился на смелый эксперимент, отдал сцену молодым и практически полностью обновил состав исполнителей легендарной постановки. Новые лица, голоса, новые костюмы, но тот же текст слегка дополненный и те же декорации, почти не реставрированные, вобравшие в себя энергетику этих 30 лет. В новой версии есть и уже знакомые лица, но в новых образах. Наталья Акимова, игравшая Лизу, теперь ее мать. Говорит, не я сделала роль, а роль из меня сделала актрису. Этот спектакль отвечает на вечные вопросы, почему мы не умеем быть счастливыми, мы хотим любить и у нас это не получается. Какие-то крупицы, секунды счастья, которые надо беречь, ощущать. Постановка длится 6 часов. Многое говорится за это время. И о крупицах счастья, и о невозможности его разглядеть. Послевоенное время в деревне. Смерть, возвращение с фронта, простые радости, бедность и недоедание. Петьки, игришки, пайка. Миша. И вы хоть понемногу, мне хоть сколько смелют. Проходишь дистанцию жизни, в общем-то, когда возвращаешься к каким-то вещам, и вдруг обнаруживается, что они за это время не исчерпали себя, а наоборот, только обнаружили глубину боли, глубину язвы, а то от этого становятся и больнее. Лев Додин с новым составом артистов проделал тот же путь, что и в первый раз. На север, в деревню Веркало. В романе Федора Абрамова это село Пикашино. Три дня труп поколола дрова, косила траву, парилась в банях, постигала северный говор и расспрашивала о том, как это было. Мы спросили, а вот праздники были, ну вот как победу праздновали, праздники были ли какие-нибудь. Она задумалась и сказала, да нет, не было, тяжело жили. То, о чем только читали и слышали, узнали из первых уст. Откровенные разговоры настроили на нужную волну прожить и до зрителя донести самое главное. Война это всегда страшно в любом проявлении. И про людей, которые страдали, и которые мучились, и которые выживали вопреки всему. О чудовищном взаимоотношении человека и власти. О том, как она пожирает человека и личностно, и целой деревней. Эй, чего ворон считаете? Не видите, кто приехал! В 30 лет у спектакля начинается новая жизнь. Более откровенная, потому что говорится то, что когда-то было вырезано. Более молодая, импульсивная, но такая же искренняя, цепляющая и выворачивающая наизнанку. Анна Галинская, Александр Садольский, Новости культуры.